Друзья, всем привет! Мы сейчас стоим напротив того места, где должен быть будущий чихуарий. Короче говоря, как вы помните, здесь у нас должен быть чихуарий. Ну, наши планы опять поменялись, и мы придумали что-то другое. И сейчас я вам расскажу. Да, мы разобрали здесь все, и уже почти были готовы здесь начать делать фундамент. Видите, даже завезли сюда щебень и песок. Но планы поменялись, и пока строительство чихуария откладывается. Потому что мы решили, что есть вещи поважнее. И я сейчас все вам объясню, пойдемте в другое место. Ну вот, друзья, прежде чем прийти туда, куда мы идем, я вам еще покажу одно место. Это мы сейчас стоим у нашего забора. Помните, он был достроен не до конца, на той стороне зона выгула. И вот сейчас продолжается строительство, посмотрите. Ну, а за забором вон там наш бассейн и наша огромная зона выгула. Так что скоро будем гулять. Траву уже один раз покосили. Так что скоро здесь закроемся, и здесь будет безопасно и красиво. Ну, а теперь пойдем дальше. Ну вот, друзья. Сейчас я стою напротив этого места, где будет происходить новая стройка. Как вы узнали, может быть, уже по очертаниям, это здесь была наша ферма. Это наш второй участок. Здесь маленький разваливающийся домик. Здесь у нас жили козы, помните, рядышком. Вот вход. Мы здесь прорубили уже новый вход, въезд. Сзади, там дальше будет у нас стоять новое здание. И это будет здание питомника. Пойдемте сходим туда, и я там вам все уже расскажу подробнее. Ну вот, друзья. Камера стоит в створе будущего заезда. Здесь будет ворота. А на этой ужайке будет должен расположиться второй корпус нашего питомника. Здесь будет примерно то же самое, что мы уже построили там, только чуть-чуть больше. Сейчас я объясню, зачем это все нужно. Ну вот, друзья, скоро сзади меня появится здание нового питомника. Сейчас я объясню, почему мы решили не строить чихуари, а построить все-таки питомник. Ну, наверное, вы замечали, что у нас некоторые собаки в том старом питомнике сидят подвое. Зимой даже было потрое. Сейчас мы смогли отсадить нескольких собак под навес. Там, видели, у нас старые навесы есть. Но это не самый лучший вариант, они такие временные. Поэтому, конечно, хочется, чтобы каждая собака жила в отдельном вольере. Ну, подвое могут жить только те, кто прям идеальные парочки, в которых мы уверены, и мы просто знаем, что им веселее и лучше вместе. Есть у нас такие парочки, мальчик-девочка обычно. И уже был у нас в питомнике такой опыт, что мальчики и девочки очень часто вместе живут, им даже веселее. Но остальных всех надо мальчиков-девочек по отдельности. Поэтому нужно место, скоро зима. И если мы опять, там у нас сейчас под навесом живет 4 собаки, и если сейчас опять зима, нам опять придется всех утрамбовывать. А при том, что у нас собак стало каждым годом больше и больше, то, поскольку мы для Чихуа маленькую комнатку сделали, как вы помните, и как бы вопрос с Чишками решился на какое-то время. Они сейчас почти все живут в этой комнате, и им там классно. Ну, конечно, было бы лучше, чтобы еще было больше места, и чтобы лужайку вокруг сделать. Но это все будет строиться параллельно, я надеюсь. Потихонечку там тоже делаем фундамент, поднимем стены, сделаем крышу. И, может быть, одновременно. Но, скорее всего, пока сейчас все силы пойдут сюда. Я сказал, что скоро за мной появится здание. Но это, ребята, все зависит не только от времени, это еще зависит от средств. Потому что сейчас, ну, наверное, бюджет этого здания будет, я думаю, ну, минимум миллионов 5 рублей. То есть даже просто фундамент сделать, это уже примерно полмиллиона рублей. Сейчас сегодня приедет сюда трактор. Сейчас мы здесь все распланируем, разровняем, сделаем получше заезд. И, в принципе, вы это сейчас все увидите, посмотрите. Так что, друзья, у нас начинается новая эпопея. Ну, это очень надолго, я думаю. Не знаю, сколько на это потребуется месяцев. Ну, вот будут продаваться щенки. И мы, как всегда, как и предыдущее здание мы строили, продаются щенки. Мы начинаем стройку, все делаем, пока хватает денег. И потом приостанавливается, потом опять продаются щенки и строятся. То есть скорость стройки будет зависеть только от рождения и продажи щенков. Ну, то есть потихонечку-потихонечку мы сделаем фундамент, потом сделаем стены, потом сделаем кровлю, потом начнется... То есть, друзья, мы сделаем кровлю, фундамент, и потом потихонечку начнется отделка внутри помещения, вольеры. Все это отделка плиткой, сотни квадратных метров плитки, канализация, вольеры, выходы, окна, кондиционирование. Но зато, когда у нас будет много вольеров, будет все комфортно и безопасно. Для всех наших собак это очень важно. Так что, друзья, впереди предстоит большая работа. Все покажем, потихонечку будет строиться, будет летать квадрокоптер, будем ходить на стройку и смотреть, как потихонечку все вырастет. Вот, видите, друзья, это лужайка, где будут новые вольеры. И вот здесь, смотрите, видите, как же вы понимали, где это находится. Рядышком вот калитка, и там будет проход, там зона выгулы, и за ней питомник. Получается, у нас посередине будет большая зона выгулы, а по бокам питомники. Здесь у нас, как видите, вот такое большое поле. Я сейчас стою где-то в центре будущих вольеров. И там, видите, еще сзади у нас много места. Здесь тоже можно что-то придумать будет. То есть территория огромная. Вот там за забором зона выгула, и вольеры где-то будут заканчиваться, ну, где-то, где покошено, может быть, чуть дальше. Ну вот, друзья, чтобы вы понимали, слева сейчас находится наш старый дом, там, где были раньше козы. И вот эта огромная лужайка. И вот где-то ближе к деревьям будет идти сначала как сюда выгулы, потом само здание помещения, потом снова вольеры. То есть планировка будет точно такая же, как и у первого здания. Там плюс-минус, мы уже учтем какие-то недочеты. Вот там находится наше первое здание. И здесь, соответственно, зона выгула. Очень удобные собаки из того питомника и из будущего смогут выходить в зону выгула. Ну что, друзья, я вам все показал, все рассказал. Дело осталось за малым все это построить. Ну, а я вам буду это все показывать. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Друзья, всем привет! Ну вот наступил следующий день. Вчера здесь работал трактор. На этом участке произошли большие изменения. Сейчас мы с Яной пройдем, посмотрим. И примерно уже будет понятно, где что у нас будет, покажем. Ну, во-первых, у нас здесь появился, видите, новый въезд. Вот тот въезд мы убрали, который раньше был в калитку. А здесь мы сюда положили трубу и положили твердый щебень, чтобы могли тяжелые машины заезжать туда, подвозить. А сейчас мы стоим в углу самого участка, на котором можно строить здание. И вот здесь именно будет построено новое здание нашего питомника. Так сказать, второе, как второй корпус. Да. И вот здесь этот пустырь, который расчистил трактор. Видите, вот он такой большой. Здесь у нас примерно, сколько этот участок у нас? По-моему, 20 соток, 25 соток. Здесь, по-моему, по 25 соток. Да, вот мы вот этого места, где стоит камера, и до дороги примерно 25 соток. Будет это примерно то же самое, что мы строили там, но будет здесь уже, учитывая все те косяки, которые мы там заметили, правильно? Какие, Ян, могут быть изменения по сравнению с тем? Да, как таковых, никаких изменений не будет. Все, в принципе, то же самое. Просто небольшие акценты для строителей, где они сделали ошибки. Ну да, ну вот, например, водостоки у нас там в стену были сделаны, а тут мы лучше бы сделали, наверное, чтобы от себя мыть туда, да? Ну, наверное, лучше. Вот, например, вот такая вещь, которую мы сразу не продумывали. Ну, плюс раньше мы там, не забывайте, что тот питомник мы переделывали полностью, и там было очень много работы по уничтожению старого и строительства заново. А здесь мы уже можем снова, например, выходы для собак. Мы там долбили, все вставляли, под размер подгоняли. Здесь мы сразу же будем выкладывать камни так, что там будут выходы. То есть, как бы, с одной стороны, даже построить будет легче, чем тогда, чтобы мы перестраивали дольше. Тут мы уже все будем знать, что нам как надо. Ну, плюс, может, мы сделаем немножко пошире помещение, чтобы вольеры были еще просторнее. И зона выгула тоже. Хотя, в принципе, там размер, ну, для одной собаки вполне приемлемый. Да, Ян? Да. Ну, посмотрим, может быть, так же, такое и оставим. В общем, посчитаем, сколько примерно будет вольеров. Я сейчас еще раз повторю, вдруг кто не слышал, главная цель всего этого проекта, нового здания, это то, что у нас сейчас собаки живут. В принципе, особенно зимой они жили у нас там по двое, по трое. А вольеры рассчитаны только на одну собаку. И получается слишком большая заселенность, утрамбованность. Яна, как влияет заселенность? Ну, они себя ведут, во-первых, неправильно, конфликты бывают. Ну, для каждой собаки должно быть определенное количество квадратных метров. Да. Вот, например, у нас есть такая проблема, например, у нас живут мальчик и девочка, они, допустим, прекрасно ладят, у них все отлично, и жили бы они дальше. Но, например, когда их кормишь в вольере, то кто-то у кого-то может переедать лишний корм. Ну, кто-то переедает, а кто-то не переедает. В итоге одна собака перекормленная, а другая недокормленная. И ничего с этим не сделать. То есть единственный вариант, это когда кормишь, там перекрывать выходы, одну кормить с одной стороны, другую. Но это, понимаете, когда много собак, это невозможно делать. Надо кормишь, вот всех кормишь, всем поставил, все поели. И Яна может контролировать самое главное, когда кормит, кто сколько съел, что тоже немаловажно. Потому что если какая-то собака заболела, что-то с ней случилось не так, ты видишь, что она недоела корма. Это уже повод задуматься, посмотреть, что с собакой не так. Правильно я говорю? Да. Поэтому, когда они живут по двое, есть у нас супер парочки. Например, Тед все время живет с девочкой, который прямо не с Васей. Он раньше жил, но у Васей сейчас в доме живет. Сейчас он в Суфо живет. С дочкой своей. Да, потом Вельвет у нас хорошо живет с Бетти. Но, скорее всего, их тоже рассадим, потому что Вельвет, получается, что недоедает. Недоедает, да, она его объедает. Бетти девочка объедает Вельвета, представляете? И приходится Вельвета отдельно выводить и кормить. Короче, это все неудобства в большом питомнике. И вот если у нас будет новое здание, во-первых, мы сможем, в первую очередь, мы сможем рассадить собак. То есть уже все, кто оттуда по двое сидят, сюда займут больше половины этого питомника. Ну и плюс будет возможность какая-то оставлять. Например, часто у нас были, например, в этом году у нас был помет Хаммера и Вивы. И, в принципе, Яна хотела себе одного мальчика оставить, посмотреть, как он будет расти, чтобы, может, оставить его в разведении. Но в итоге появился вариант, что человек его забрал здесь из Крыма. И мы как бы согласились, потому что нам просто уже держать даже. Это как бы все время, это всегда еще один из аргументов не оставлять. Это вот пространство, место. Поэтому такая ситуация. Нужен нам новый питомник и поэтому... Новое здание. Новое здание, да. И поэтому мы чихуари пока подзаморозили, хотя там все разобрали, уже приготовили для фундамент. Но в какой-то момент поняли, что нет, скоро зима, и мы опять не сможем, у нас собаки никуда не вместятся. Поэтому строим сначала здесь, а потом... А самое главное, что у нас впереди интересные вязки, от которых тоже очень захочется, обязательно кого-нибудь оставить. Да, у нас сейчас пойдут дочки Блэкнайт вязаться, потом от пупса появятся первые щенки, мы линию экзотиков тоже хотим развивать. Поэтому никак, получается, без нового здания питомника не получится. Нужна свобода. Ну, плюс здесь будет какое-то техническое помещение. Вы, наверное, много раз замечали, что Яна моет ванной щенков, собак, очень неудобно. Здесь, скорее всего, будет отдельная ванная, помывочная. Здесь будет комната, где можно будет проводить время с собаками. Поэтому будет то, что нужно. То есть мы здесь реализуем то, что не влезло в то здание, потому что там у нас мини-кухня, мини-шланг, ну, как бы все такое в миниатюре. А здесь все будет как надо. В общем, начинаем стройку, вы все увидите. И потихонечку, помаленечку должен появиться в ближайшие месяцы фундамент. Как всегда, все зависит от финансов, от продажи щенков. Пока у нас есть деньги только на фундамент. И, может быть, хватит купить камни. Потому что камни надо почти на полмиллиона рублей сюда. И еще кровлина примерно на столько же. Короче говоря, это такое длинно текущее будет, скорее всего. Но если будет чудо случиться, то, может, мы и за год построим. Давайте начинаем, наблюдаем. Первый этап появляется скоро здесь в фундамент. Ну, а сейчас, друзья, мы будем ставить с Яной ковышки, потому что наши строители примерно попросили нас очертания, где будет здание. Мы сейчас будем примерно представлять. Там нужна палочка. Нам нужно 4 палочки. Ну вот, друзья, я поставил вот здесь палочку. Это у нас будет край зоны выгула. Зоны выгула у нас 2,5 метра. По ширине тогда были металлического забора. Но сейчас у нас не металлические, наверное, заборы будут. Мы сразу будем перегородки ставить из камня. Соответственно, ну, давайте будем тогда делать чуть шире зоны выгула, чем там 3 метра, да? Раз мы можем себе это позволить, неограниченный размером сетки. Раз, два, три. Так, это место, откуда начиналось. Значит, дальше идет фундамент. То здание у нас было 5 метров шириной внутри, а с наружными стенами оно 6. Соответственно, так же делаем 6 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 метров. И еще 3 метра. И еще 3 метра вольера и зону выгула. Раз, два, три. Вот так вот оно будет. Вот примерно, ребята, смотрите, это будет ширина всей территории. Значит, здесь будет у нас 6-метровое здание. В нем будет метровый пароход и по 2 метра вольеры в каждую сторону. И дальше на улицу еще 3 метра. Ну, вот, в принципе, все. И дальше оно будет идти уже туда примерно на 20 с лишним метров длиной. Так что вот такие планы. И скоро вы все увидите, как мы это все построим. Что, круто, Ян? Угу. Все строим? Когда построим, будет круто. Ну да, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok